доброе утро всем я тут себе завтрак готовлю в общем с видео вчера в ютубе не только коронавирус нельзя в названии пендюривать ну и слово карантин скоро вообще нам наверное запретят даже видео это слово перед произносить хотя это наша жизнь сейчас поэтому как как могу как я не буду говорить об этом когда я так живу и а что тогда показывать как я сплю или в туалет хожу я сейчас пойду с чарли гулять там пустые улицы почему они пустые потому что карантин и вирус ничего не понимаю говорят типа панику создаю панику создаете вы мне видно что я паникую ни в одном глазу в общем навожу себе кофе и буду делать вот с таким кокосовым ну типа молоко что ли я покупала пару раз делала пиньяк колада пиньяк колада как его назовется с ананасиком который было вкусно но вы знаете есть кокосовое молоко прям вот из кокоса вот эта жидкость которая находится в кокосе она мне не нравится эта жидкость которая в кокосе но очень мне не нравится не вкусно никакая есть такой когда кокос перемолот и вот это да вот это вкусно это Вот именно кокос перемолотый Ммм, это вкусно Но я не знаю, как покупать Я все время ошибаюсь и покупаю вот это вот кокосовое молоко Которое невкусное Так Ставим в холодильник Не знаю, даже в холодильнике надо хранить или где Понятия не имею Потом изучим этот вопрос В общем, у нас все как обычно По расписанию Завтрак, зарядка, прогулка с Чарли Готовка еды И потом, наверное, буду стены домывать Стены-то у меня не только в коридоре А другие тоже все грязные Ну как, не совсем прям грязные Но помыть можно Хотя одну стену муж помыл Я говорю, займись чем-нибудь А то круглым станешь Он говорит, тоже пойду с тобой наверх Буду заниматься Ммм, вкус кокоса Ммм Кстати, я пью вот такой вот напиток Это Злаки И Это не цикорий Здесь есть цикорий Но это не Только цикорий Здесь 16,7 цикорий 11% мед И еще что-то там В общем, это не только цикорий Цикорий покупала Он мне как-то не особо понравился В чистом виде Какой-то не очень был Не знаю На вкус и цвет товарищей нет У меня тут вот такой Лавашик Там у меня Сыр творожный И Чуть-чуть ветчины Вот такой вот завтрак Всем приятного аппетита И пойдем на зарядку Становись Кстати, я по-моему сказала, что Скоро нельзя будет упоминать Это слово Карантин и вирус Все такое Название Почему, по-моему, я объяснила В общем, почему видео задержалось Я вообще посмотрела У меня очень много видео Которые отключили монетизацию Потому что там Типа мат Еще какой-то У меня, ну, я матом вроде бы Как не ругаюсь Ну, может быть, вылетит иногда Словечко Ну, чтобы прям мат Или что там запрещенного Нет Все дело в названии Представляете У меня там и в названии Уже все убрала И вчера название у меня было Не помню какое Но Ютубу тоже Это название не понравилось Пришлось его изменить Я отправила видео В общем, отправила на Чтобы они его досмотрели Потом думаю Ну, нахрен Удалю Загружу новое И придумаю другое название Так вот Сегодня Вы знаете С каждым днем Я думаю, сейчас посплю Но встаю все раньше и раньше Я сегодня встала в 7 утра Та-дам Вот так вот Скоро, наверное Так как Мозг знает Что могу спать в любое время Могу лечь Когда захочу То есть он не парится О том, что ему надо Там 8 часов спать И встает Когда ему надо Мое целое Ладно В общем, объяснила вам ситуацию А то я что-то Я уже не помню Объясняла Не объясняла Я уже одета По-спортильному Сейчас пойду На зарядку Становись И гулять с Чарли Отнести собачкам Покушать Я там вам собрала Мясо у меня есть Косточки есть Курочку вчерашнюю Половину отнесу Вот Мы в щах Не едим мясо Мы вообще В супах Не едим мясо Вот Поэтому всегда Вытаскиваю мясо И либо Либо его съедает Чарли Либо вот Сейчас понесу собачкам Не знаю так Муж не ел сразу А потом как-то я Уже отвыкла Вот И мясо мы Из супов не едим То есть если у меня Щи посмотрите Там ни кусочка нет Но бульон мясной Но зато если пожарить Я кстати даже думала Может быть шашлык Наверху забацать Вот Кстати Эта тема надо Поразмыслить Так ладно Поболтаем На улице Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Хоть немного и пасмурно Так вот Но тепло на улице И главное ветра нет У нас когда ветер То все Труба А когда нет ветра Всегда тепло Хорошо Мухи не кусают Пришел Пришел На чистенькое На чистенькое Да Я каждый день Убираю Ну конечно Мою Не каждый день Но каждый день Сюда прихожу Смотреть Че почем и как Потому что Чарли может и сюда В туалет сходить Ему никто не запрещал Я наоборот радовалась Когда он Понял Потому что Никас не всегда выходит С ним погулять В общем да Вот такая вот у нас Атмосфера Классота Вы знаете Я вот Как говорится Рассказываю Рассказываю Как у нас тут С этим вирусом Все дела Вот И это не разводить панику Это не паниковать Это просто рассказывать Людям Как и что у нас происходит Вот Ведь если Если молчать о проблеме Это не значит Что ее нет Правильно Если мы будем все молчать Проблема-то не уйдет От нее не избавишься Не наоборот Кажется Что нужно говорить Говорить позитивно Что мы Обязательности справимся Нужно сидеть дома Ни с кем не контактировать Если видишь Вот человека Какого-то Да То обойти его нужно Там В дворах Поэтому У нас вообще Вчера Представляете Обнаружилось в Испании Два дома престарелых В которых были Зажир Заражены Заражены старики Там смертность Вообще Знаете Какая сильная Я не буду уточнять цифры Чтобы не умирать Но Знаете Почему все это произошло Про похолопности Потому что сотрудники Этого престарелого дома Просто не сообщили О проблеме Умолчали Проблема не исчезла Проблема увеличилась Сейчас будут разбираться Что почему И как Родственники будут И возмущаться В общем Это как вздец А что Молчать надо было Пускай они там умирают Да Вот как сотрудники Этого деда Уйдет думать Дома престарелых И все Я тоже люблю Посмотреть Других стран И Мне наоборот Кажется Знаете Когда я смотрю Я все таки вижу Что я Что Испании Не одна такая страна И что это Весь мир В этой заразе Но мы справимся А куда деваться А еще иду и думаю Оксана не трогай лицо Оксана не трогай лицо А вы знаете Глаза так и чешутся Сейчас еще все цветет А у меня оказывается Аллергия И на глазах только Нет никакого насморка Там не знаю Но глаза чешутся Вот где вот Яблочко такое Вот это Блин Туда хоть палец ставь Вот так Крути-крути У меня уже давно Такая ситуация И поэтому Как я только выхожу на улицу У меня так и начинают Глаза чесаться И такое ощущение Что они ни хрена не видят Прямо так вот Щурятся Ой блин Вот говорю Не трогай лицо Хотя я ничего не трогала Но открыла только дверь Нашу входную А больше я ничего не трогала Руками И не трогаю Смотрите Ну с кем Вот я встречусь Кому я навредю Наврежу Если я тут пройдусь С Чарли Абсолютно никому Да Хватит этому солить тему Ой Выходила Муж такой Что мне приготовить Есть Я говорю Время еще 10 часов Какое есть Говорю Я только позавтракала Я буду картошку Типа нажарю С мясом Ну 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 Я говорю Никакой картошки жареной Говорю Ну меня не жареной Нафиг Я вот думаю Может быть завтра Мясо по-французски сделаю Или еще как У меня аж там Или Или даже Даже не знаю Что приготовить Смотрите Сколько Повыбрасывано Видите Хорошие огурцы Но выброшены Вот так вот Не Как это Не подходят Для Для продажи Потому что Некрасивые Странно Это хурма Вы видели Когда-нибудь Хурму Как дерево Это хурма Да Митику Где-то там Бегает Радостный Так Что я тут Кашеварю Здесь у меня Вермишелька Такая С рисом Обжаренная Очень вкусная Если вам нужен Рецепт Пишите в комментариях Я обязательно Сниму Для вас Его А там У меня Варится Суп Муж захотел Суп С рисом Вот У меня Бульон Всегда В запасе Поэтому Проблем Никаких Нет Достала Бульон Засыпала Рис С картошкой И все И все И суп Почти готов Сейчас мы Все это Накрываем Крышечкой И все Готовится Так Мясо Отбила Посыпала Специями И Лежит на пленке И сейчас Когда будет готов Гарнир Мясо Готовится 5 секунд Поэтому Нет никаких проблем Крышка Крышка Ты здесь Чувствую я Тебя Так что Все Обед Готов Потом Отдохнем Немного Чай Надо Сейчас Позаварю Чай Вкусный Какой Нибудь И пойду Стены Домывать Потому что Стены У меня Не только В прихожке Везде Есть стены Завтра Буду Отмывать Везде Стены А завтра Может быть Глажкой Займусь Посмотрим Времени У меня Много И Наверное Еще Долго Время Будет Много Поживем Увидим Это Еда Мужа А Это Моя Сейчас Еще Наложу Немного Сюда Немного Супа Осталось Прям Совсем Чуть Две Ложки Буквально Доем Не Вбрасывать Ж Вот Такая Вот У нас Не знаю Захочет Он Это Не захочет Будет Стоять Наложит Он Сказал Яицо Хочет Ну Хочешь На Разболелась Голова Ну Это Оттого Наверное Что Я Рано Встала Поздно Легла Рано Встала В общем Башка Болит Завариваю Себе Чай Смотрите Я Вчера Себе Купила Чай Обращайте Внимание Это Сжигатель Жиров Типа Того Но Мне Понравился Состав Потому Что Он Состоит Из Зеленый Чай Какие Там Черешни Господи Да Где Я Видела А Вот Гуарана Какая Не Знаю Что Это За Гуарана Какой Это Радус Десереса Это Наверное Пахнет Офигенно Здесь Не Знаю Что Тут Жиры Сжигает Может Зеленый Чай Или Вот Это Гуарана 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 Я даже Не знаю Сейчас Посмотреть Что Это Гуарана Такая Вот И Он Нереально Вкусно Пахнет Ягоды Имбирь Лимон И Тростниковый Сахар Вот Будем Повышать Иммунитет Взливаем Кипяточком Кружка У меня Литровая Друзья Сейчас Я вам Обычную Покажу Слышите Как мой Чуча Поет Моя Рыба Такая То есть Вот Обычная Вот Так Виднее Обычная И Это Мой Кусочки Хлипа Падают Вот Поэтому Пойду Сейчас Чай Пить Может Там Новости Смотрит Новости Конечно Жесть У нас Пипец Я не Знаю Как Вы Там Типа Вот Это Ты Не Рассказывай Как Не Рассказывать А Еще Знаете Мне Мне Нравится Высказывание Типа Не Существует Этого Вируса Кто Его Увидел Не Дай Бог Вам Его Увидеть Как Вы Увидите В больницу Пойдете Заразиться Сходите Посмотрите Если Это Расск Расск Нездоровьем Я Я Б Не Хотела Увидеть Но У Нас Уже На Сегодняшний День 18000 Заразившиеся Около 1000 Умерших 800 900 По Моему Человек И Ты Сейчас Лишним Выздоровели Но Сейчас Оказывается Не Только 22 Престарелых Дома А Вообще Там Я Не Знаю Уже Очень Много Престарелых Домов Где Заражены Ну Ладно Будем Надеяться Что Так Все И Предсказывалось А После 10 Дней Начнет Начаться Спад Едут К У Которых Сегодня Есть И Хорошая Новость Просто Офигенно Хорошая Новость Во Первых Вчера Ночью Сказали Что Нашли Не То Ли Вакуна Это Прививка То Л Лечение Еще Непонятно Не Разобрались Но На Животных Уже Проэкспериментируют И Она Помогает От Этого Коронавируса Но Я Знаете Не Верю Что Найдут Что Прививку Найдут Вот В Течении Этого Вируса Мне Кажется Ее Найдут Когда Уже Все Закончится Вот Потому Что Это Долгий Вопрос Долгий Этот И И Что Еще И У Китайцев Сегодня Ни Одного Зараженного Человека В Китае Представляете Меня Это Очень Сильно Мотивирует Радует То Если Они Справились То И Мы Тоже Справимся Обязательно Тем Более У нас Уже Есть Опыт У нас Китайцы Едут Помогают Везут Маски Везут Там Всякие Эти В общем Они Молодцы Хотя С другой Стороны С нами Начали Перепорог Но Не знаю Мне тоже Больше Я склоняюсь Знаете К мысли Что Это Кому То Надо Это Кто То Запустил Кто Потому Что Не знаю Где То Он Там Вирусов В Стране В Мире Вообще До Хрена Всяких Вирусов Их Конечно Не Мне кажется Что Не знаешь Какой Тебя Завтра Тронет Но Они Где-то Там Спят И Видимо Кто-то Этот Вирус Разбудил Чтобы Мне так Кажется Я больше Склоняюсь К этой Мысли Что Кто-то Этот Вирус Разбудил Чтобы Вот Это Все Сотворить Я не Знаю Это Я не Только У меня Такие Мысли Я Сегодня Смотрела Ютубе Мысли Такие Почти У многих В общем Ладно Будем Надеяться Скорее Это Все Прошло Потому Что Пройдет Обязательно По-другому Не может Быть Мне Работать Надо Я Уже Соскучилась По Моим Клиент Кам В общем Вот Такой Чай Красивый Смотрите Даже Не Чай Это Можно Сказать Компот Какой То Что Ли С Ягодами С Имбирем Ну Чай Я Не Знаю Птичка Поет Все Он Меня Увидел Надо У него Тут Бардак Убрать Пока Чай Остывает Кстати Ветра Никакого Нет Смотрите Это Вот Так Каждый Божий День Вот Такая Вот Грязь Нервирует Моего Чарли Да Давай Иди Иди погулять Подыши Свежим Воздухом А он У нас На террасе Постоянно Тусуется Так А что Меня Тут Это Оторвало Ой А что Это Такое Ой А что Это Такое А что Вы Все Побломались Да Как Это Понимать Ветром Что Ли Или Что Ветром Наверное Да Я Уже Тут Одну Вот Эту Посадила Еще Что Посадить Соловей Мой Соловей Голосистый Соловей Ха Ха Так Посажу Верстит Верстит Не Верстит Ну Не Надо Голосистый Голосистый Соловей Надо Ему Жратвы Насыпать Еще Стены Мою И забыла Камеру На балконе А вы знаете Все Про вирус Вам больше Не буду Говорить Сегодня Вы Вы знаете Что У нас Сегодня Праздник У нас Сегодня День Отца И Святой Сан Хосе Хосе По Русски Это Знаете Кто Забыла Все Время Отец Иисуса Ну Мария Была Замужем Кажется Вызывали Это По Русски В общем Святой Хосе Сегодня Праздник Моего Мужа Зовут Хосе Вот И Поэтому Мы Никак Не Отмечаем Этот Праздник Вот Так Вот Обычно Я Мужа Либо Хотя У него Тут День Рождения Еще В этом Месяце Поэтому Либо Один Из Двух Дней Я Приглашаю В Ресторан А В По-домашнему Зато Я Ему Сделала Его Любимое Мясо И Яйцо Смотрите Кстати Вот Этот Цветок Разрастается Видите Вот Так Что У нас Сегодня Праздник Естественно Никто Не Празднует Обычно В День Отца Все Поздравляют Кстати Надо У него Спросить Его Дети Поздравили И Тон Нинь Тон Фелисит Ау Дон Дэ Через У вас Но Не Помыл Плиту Кстати Это Каша Я Варила Собакам Завтра Отнесу Собакам Потому Что Мясо У меня Было Такое Свежее Ну Как Свежее Его Им Давали Мясо Собакам В общем Для собак Специально И Я Мне Как То Жалко Стало Просто Мясо Дать Чего Там Сушит Не Пойму И Думаю Лучше Я Кашу Варю Такую Рисовую И Завтра Отнесу Вот Сейчас Я Буду Готов Кстати Мы Сегодня Говорили О Пользе Имбиря Потому Что Не Знаю Я Уже Говорила Что Испанцы Ко всему Новому Относится Очень Скажем Так Ну Не знаю Как Как Бы Это Не Любят Они Все Новое И Вот Я Ему Сегодня Наверное Минут Десять Утверждала Что Имбирь Это Очень Полезно Для Здоровья Для Иммунитета Прихожу Пляжу Попил Чай Наверное Даже Не Чай А Ромашку Да Ромашку С Имбирем Я Ужин Сейчас Помою И буду Есть Ужин У меня Вот Во сколько Всегда Стараюсь Съесть До Восьми Часов Восемь Перекрываю Рот И все Ну Могу Попить Воды Или Чая Без Сахара Естественно Но Очень Редко Потому Что Есть Риск Проснуться Опухшей Наутро И даже Не из-за Этого Не из-за Того Что Опухшая Не Опухшая Мне Без разницы В туалет Ночью Вставать Неохота Я так Плохо Засыпаю Что Когда Я попью Чай Думаю Блин Опять Я когда Просыпаюсь У меня Опять Полночи Нужно Для того Чтобы Уснуть Вот Такие Вот дела Завтра Мне нужно Поехать Будет В Лидл Купить Также Потому Что У нас Мы Вот такой И у меня Мой хлеб Тоже Закончился Черный Я только Там беру Надеюсь Что он Будет И его Не Раскупят И Нужно Съездить За Газом А то Муж Переживает У нас Всего Одна Бутылка Хотя Я Сегодня Видела Развозили Газ Ничего Страшного Но Он там Рядом С Лидлом Поэтому Заберу Сама В общем Такие Вот у нас Пироги Клубничка А то Она Испортится Вот И И все И мой ужин И я с вами Буду прощаться До завтра Завтра опять Пройдемся С вами По магазинам Вот Магазинам В Лидл Схожу Там Кое-какой Список Тоже написала Вроде бы Все есть Но почему-то Всегда Хочется Когда При запрете Знаешь Что не можешь выйти Всегда хочется То Чего у тебя Нет Хочу теперь Крабовые палочки Салат крабовый Хочу А у меня Естественно Не майонез Откуда у меня В моем холодильнике Майонез Не крабовых палочек Вот Хочется Хоть ты вот Прямо тресни Вот завтра пойду Думаю Все равно За хлебом пойду Куплю и майонез И крабовые палочки Но это все будет завтра Так что Не забывайте подписаться Поставить лайк И пишите ваши комментарии Всего самого наилучшего Здоровья Еще раз здоровья И встретимся с вами завтра Всем Пока-пока